Самый главный знак, который вы должны знать? Пешеходный переход. Пешеходный переход, правильно. А можно ли перебегать, переходить дорогу вне пешеходного перехода? Нет. А если очень срочно, на контрольную торопишься? Нет. Вот так весело и бойко ребята отвечали на вопросы сотрудников ГАИ, а после проверки знаний мальчишек и девчонок ждали приятные полезные подарки, фликеры и линейки. После зимних каникул так важно напомнить учащимся о необходимости соблюдения правил дорожного движения, поэтому маршруты патрулирования госавтоинспекции приближены к учреждениям образования. Основная цель проведения данного мероприятия – это предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В прошлом году на территории Брестской области с участием детей зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 7 детей погибли и 84 получили травмы различной степени тяжести. Как известно, дети порой могут внезапно выбежать на дорогу, забыв о безопасности. Причина на то самая разная. А потому, чтобы предупредить дорожно-транспортное происшествие, сотрудники ГАИ будут дежурить возле нерегулируемых пешеходных переходов вблизи учреждения образования в часы пик, утром, когда дети идут в школу, в обед, когда уходит домой первая смена, и вечером, когда занятия второй смены заканчиваются. Такие профилактические рейды будут очень полезными для нашего общества. Для детей старше лет 12-13 это помогает, а маленькие дети, они еще сами не понимают, что делать. Я видел, была ситуация, шел домой и вижу, как едет фура, и дети перед ней перебегают, им все равно, что там зеленый моргает. Ну, не думают дети, им все равно. Дети – народ непредсказуемый. Поэтому сотрудники ГАИ обращают внимание водителей на то, что необходимо быть предельно внимательными и осторожными вблизи школ и дворовых территорий, быть готовыми к внезапному появлению ребят. Помните, и ваш ребенок тоже может оказаться на дороге в роковом месте в ненужный час. 16 января пройдет единый день знаний права дорожного движения. Во всех дошкольных учреждениях образования, учреждениях общего среднего образования, сотрудники госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия, беседы, выступления, а также продемонстрируют профилактические фильмы именно в целях привития соблюдения права дорожного движения.